Алло, Вань, Вавилова 6, подъезжай. Твои безграмотные сотрудники нарушают все, что можно. Я это так не оставлю. Нам поступил сигнал. И мы же из-за срочности пришли сюда. А почему неукомплектован? Ну, шли вы, ну, уходим, кто-то ездит, кто-то ходит. А, неукомплектован, неукомплектован почему? У меня нет права, если нет. Серьезно? Серьезно? Представляемся, фамилия, имя, отчество, должность. 353. 363? 353. Связь плоховатая. Народ, всем привет. Вы находитесь на канале Клуб Патриот. С вами сегодня Сан Саныч. И, конечно же, конечно же, передаю вам привет из великолепного, жаркого и солнечного Саратова. Сегодня мы идем в Совкомбанк. Совкомбанк. Совкомбанк это или Совокбанк? Сейчас мы это с вами поясним. Улица Вавилова, дом 6, Совкомбанк. Так, вот у нас Совокбанк. Не работает. Не работает. А что у вас ничего не работает? Не работает, потому что бумага зарплаживает. Надо собрать их работать. Бумага. А меня те, кто будет? Юмористы. Бумагу новую кто будет ставить? Путин, что ли? Почему мы снимаем? Что бы вы больше спрашивали? Не иметь права мне снимать. Серьезно? Серьезно. Представляемся, фамилия, имя, отчество, должность. По какой причине вы меня снимаете? Представляемся, фамилия, имя, отчество, должность. Шилина, Анастасия Сергеевна, финансовый консультант. Шинина или Шилина? Шилина. Шилина. Замечательно. Что, вернемся к текущим вопросам? Отставим глупые вопросы или как? Ну, вы представляете, нельзя у нас снимать вообще. Нельзя снимать. Да. Замечательно. Я не даю свое согласие снимать себя. Ой, как мило. Не даю свое согласие снимать меня. Правдома зови тогда, Шилина. Кого-кого? Ну, правдома, руководителя офиса. Здесь у нас именно руководители по физическим лицам у нас находят в другом офисе. Ну, пусть приезжает, не вопрос. Что, ну? Пусть приезжает, звони, говорю, руководителю. На мой взгляд, ты сейчас, Шилина, занимаешься самоуправством. Хорошо, сейчас мы берем. А как представит вас, что... Клиент банка, в отношении которого ты, Шилина, сейчас совершаешь самоуправство. Как мне объяснить ситуацию, чтобы наш начальник подъехал к вам? Ну, скажи, я некомпетентная сотрудница, я занимаюсь самоуправством. Я кукарекнула о том, что запрещено вести видеофиксацию в общественном месте, а именно в недобанке. Иван Владимирович, здравствуйте, вы где же? Меня просят, чтобы я и уже стоящий руководитель сослались на нормативно-правой акт. Да. Ну, вас требует в офисе банк наш клиент, потому что меня здесь на камеру снимают, и да, я не даю свою обработку, то есть, чтобы меня снимали. И клиент хочет именно с вами пообщаться. Сейчас, сейчас ссылаться, Шилина, будешь, кем и чем запрещена видеофиксация. Не выслышу тебя. Хорошо, сейчас, да, хорошо. Давай. Короче, плевал Ваня на все, да? Понятно. Ваня на все плевал, судя по всему. Можете его набрать? Не, зачем его набирать. Пусть приезжает. Че он лентяй какой. Я к нему на такси ехал, а он че, такой бедный что ли, к нему можно на такси сесть? По коммунистическим, саратовским расценкам. Шилина, теперь ссылайся на норму права. Чем и кем запрещено? Даешь ты. Какой закон? Ссылайся на норму права, на федеральный закон. Вы мне скажите, какой у вас вопрос, и я вам помогу. Сейчас у меня вопрос. Кем или чем запрещена видеофиксация, как ты сейчас сказала, под видеофиксацию, Шилина. Вы не в кассу? Нет, мы не в кассу. Что ты взяла, Шилина? Может в кассу, ты еще знать не знаешь. У нас до без 15 касса работает. А, я же забыл, что у вас все через жопу работает. Правильно. А, сам офис до скольки работает? До 7. До 7. Ну, сегодня, судя по всему, будет дольше работать. Сыльна, будешь ссылаться? Ну, не скажите за этим. Может быть, давай с одним вопросом-то решим, правильно? Вы мне ответите на мой вопрос, чем я могу вам помочь по нашему? В данный момент, Шилина, ты можешь сослаться на норму права. Если уже озвучила запрет на видеофиксацию, кем и чем запрещена видеофиксация? Может быть, руководством Совкомбанка, может быть, это распоряжение из Центрального офиса Костромы привалило. Может быть, федеральным законом. На конкретную норму права я требую сослаться. Я услышу ответ? Или не услышу? Прежде чем перейти к другому вопросу по банковскому обслуживанию. Сейчас я вот не обслужусь по твоей вине, Шилина, и буду считать себя существенно пострадавшим от твоих действий. Не угукай, не угукай здесь. Я не один суд выиграл. В том числе и с Совкомбанком, недобанком. Ссылаться будешь или не будешь? Не буду. Не будешь, молодец. Сэкономим немножко времени, раз не будешь. А то и так сегодня банк дольше обычного работает из-за твоей неумности, мягко говоря, а точнее тупости. 112 раз в область операции 67. Здравствуйте. В Саратов, Вавилова 6, офис Совкомбанка. Нужен наряд полиции, которые могут принять заявление в устной форме в рамках 736 приказа МВД. Что случилось? Одна из сотрудниц в офисе Совкомбанка занимается самоуправством в целях защиты законных прав и интересов. Мной, клиентам этого недобанка ведется видеофиксация. Занимаются самоуправством, запрещают видеофиксацию. На норму права сослаться отказываются. Ну, хотя в общественных местах. То есть она запрещает видеосъемку? Да, совершенно верно. Вот, нарушаются гражданские конституционные права. Граждане имеют право вести видеосъемку в любом общественном месте. Так, номер телефона для связи свой продиктуйте. 353. 363? 353. Связь плоховатая. Так, ваша фамилия? Год рождения? Год рождения сообщу прибывшему наряду. Персональные данные разглашать не желаю при представителях недобанка. Все, Ширин, теперь расскажи, как убрать отсюда блокнутую карту. Какую? Ну, вот, одна карта заблокирована, а вот эта сейчас действующая. Она там в течение какого-то времени пропадает, где-то в порядке от 30 до 60 дней у нас она пропадает. То есть вот замена пластика когда делаете... Прошло намного больше времени. Тогда это по техническим палаткам можно написать заявление. Как ее убрать? Она мне здесь мешает счет один и тот же. Ну, я говорю, можно в техническую поддержку нашу написать, и они вам помогут, и я. У меня нет времени писать, у меня есть время посещать офис данного недобанка. Здесь технически не могу ничем помочь. Кто может? Ну, я говорю, можно написать заявление, и вам помогут. Либо можно также в чат-банк наш обратиться, то есть и они, если сотрудники смогут дистанционно вам помочь, то они могут и вам сделать. Нет, то есть у меня нет времени в чат-банк обращаться. Так как пенсионер, так как я являюсь пенсионером, я могу вот по этой штуке только звонить, только зайти вот сюда, в мой банк. А пользуюсь я вот этим телефоном. Вот, и я бы с удовольствием вот с этим телефоном и управляться. Вот, если мне здесь кто-то сделает, чтобы в чат-банк я смог с этой трубы написать, то, пожалуйста. Здесь не смогу помочь. Вот эта труба в основном для вызова мусоров на охремевших сотрудников разных недобанков. Ну и здесь как я могу вам предложить, то есть только такой вот вариант, чтобы вам помочь. Ну, печатай, печатай заявление или что там. Так, ну а тем временем у нас рубрика «Не звоните раз по пять». Сегодня предлагаем не звонить Ване Владимировичу по номеру телефона 8905-329-8505 и не спрашивать, почему его некоторые сотрудники не обучены, и до сих пор в 21 веке запрещают видеофиксацию в общественном месте, чем нарушают конституционные права граждан. Что это за издевательство, я не понял. Что, обычное наше заявление, которое мы сейчас с вами... И заявление, это бланк заявления, вы вынуждаете своих клиентов писать сочинение. Почему сочинение, мы сейчас полностью... Берете и пишете. Нет, мы здесь пишем саморучно, то есть вы пишете и подписываете. Нет, ничего я здесь не пишу. А, тогда я не смогу ничего. Что тогда не смогу? Откажете в обслуживании? Нет, ну, то есть вот я вам даю, я не отказываю. Есть 59-й федеральный закон об обращении граждан. Правильно? Правильно. Имею в виду то, что я вам не отказываю. Почему вы не отказываетесь? Во обслуживании вас я не отказываю. Я никогда ничего не пишу, у меня рука вообще больная. Вы меня принуждаете здесь все вписанию? Я не принуждаю вас, это в ваших же интересах. В смысле не принуждаю, мне только что сказали. Тогда никак ничего, никак ничего вообще. Здравствуйте. Только что сказали об этом. Что это за издевательство? Здравствуйте, обращались. Какой отдел? Отдел? Да. Вот он, давай, служба. Угу, замечательно. А заявление в устной форме нужно принять? А что у вас случилось? Пришел в банк обслуживаться, ну и по некоторым, конечно, вопросам. Ну, долго рассказывать, там в банке все, в телефоне суть вопроса. А в целях защиты законов прав и интересов придется видеофиксация. Суть заявления, что? Я с кем-то одним, наверное, разговариваю, да? Здорово, разговаривайте. Суть, какая у вас заявление? Вот не представился и выкрикивает. Что это у вас завыкрикивало? Что случилось? Я не понял. В итоге я захожу с видеофиксацией. Видеофиксация, напоминаю, ведется для защиты законов прав и интересов. Сотрудница начинает озвучивать нелепые запреты на видеофиксацию, чем нарушает мои права. У вас только на это? На это, да, на это. У вас есть какие-то? У вас есть? У меня, ну, то, что меня снимают без молодого, то есть, согласен. Да снимают, мы не на трассе, чтобы я снимал тебя, Шилина. На видеофиксация. Заявление писать. Заявление писать будете? Да, говорит. А в какой карточке-то приехали? Заявитель, кто в карточке, кто сообщение давал? Вы вызывали? Да. Спроси, кто заявитель. Нет. Он говорит, что не будет писать. Он что, не знает, что 29 статья Конституции, часть 4, разрешает видеосъемку в любом общественном месте? Передай, я разберусь, что писать. Что это такое? Что это, объяснение, серьезно? Я же заявление не дал. В рамках чего объяснения? Будет объяснение, будет объяснение. Объяснение я потом могу написать, когда меня участковый вообще вызовет. Я сказал, я желаю в устной форме дать заявление. Объяснение я могу... Я не буду отказываться, еще раз говорю, что никак не поймешь, перебиваешь. Я могу заявление написать, подать его в устной форме, как я и хочу. Не напишите. Нет, не я напишу, сам напишешь. С моих слов. А объяснение я могу уже потом дать, когда меня участковый вызовет. Когда я уже приду к участковому, с высококвалифицированным юридическим защитником, с которым будет заключено мною соглашение. Поэтому не надо мне подсовывать объяснение, не надо делать из граждан дебилов. Никто вам ничего не подслушает, не подсовывает, и дебилов из вас никто не делает. Я вижу. В рамках чего вообще объяснение, если заява еще не поступила? Давайте я напишу. Надо было руку тянуть, как в первом классе. Спросите меня. Бейджик далеко мне сначала показался, не до Банкова написано. Алло. Алло, Вань, Вавилова 6, подъезжай. Твои безграмотные сотрудники нарушают все, что можно. Я это так не оставлю. А с кем разговариваешь? С клиентом банка, Сан Санычем. А что нарушают? Ну вот, ввел и веду видеофиксацию в целях защиты законов, прав и интересов. Так, сотрудница Шилина вот что-то тут вякнула. Сказала, что у нас запрещена видеосъемка. Хотя Конституция нам говорит, гражданский кодекс, о том, что видеосъемка в общественном месте разрешена. И сейчас она продолжает тупить прибывшему наряду ППС. Пишет заявление по поводу того, что гражданин пришел в банк обслужиться и вел видеофиксацию, ничего не нарушая. Вопрос в том, Ваня, что у тебя некомпетентные безграмотные сотрудники, которые нарушают права граждан. Я ей предложил сослаться на норму права, чем или кем запрещена видеофиксация. Она говорит, законом, читайте там, я не буду ссылаться ни на что. Но если что-то сказала, то обязана сослаться. Я сейчас предлагаю приехать ее руководителю бизнес-группы, Ване Батищеву, приехать и сделать это вместо нее. Ну, давайте так, рабочий день у меня закончился, я, к сожалению, уже не доеду, офис уже в том числе закрыт. Меня не сильно волнует, офис не закрыт, офис, мы в нем сидим вместе с представителями ППС и так далее. И еще вопрос касаемый Небратства. Что это? Касаемый чего? Небратства, вот это Ваня Батищев. Ну да, так GetContact пишет. Написано, Иван Батищев, Иван это Ваня или Таня? Вроде Ваня. Ничего непонятного. А, ну ясно. Вопрос ко мне еще какие-нибудь есть? Есть, либо приезжаешь, либо в Костроме потом все видео будут продемонстрированы, даты поиски в Кострому не за горами. Хорошо. Ну, так что в итоге? Ну, в итоге я вас слышал. А у меня вопрос еще есть? В итоге мне ждать и приезда или не ждать? А, я вам уже ответил на это. А, ну все, тогда нет вопросов о ревизорче. Вот такие безразличные руководители бизнес-брупп в Саратове, в Совком, не до банки. Как не у меня в основной форме в рамках 736 приказа принимают заявление. А вот на заявители все срали в Саратове. Ну, это, во-первых, не заявление, а объяснение у гражданки мы отбираем. Причем-то у гражданки на мое заявление все срали, говорю. Ваши заявления сейчас у вас отбирают, понимаете? Что? Сейчас вас примут заявление. А, ну то есть, как-то это, насрать, да, Роте и ППС, их руководству, на заявителя. То, что заявитель позвонил, вот у него надо принять. Ну, то есть у нас банк в приоритете. Понимаете? А, еще не укомплектованы, почему? Мы шли с одного адреса в отдел полиции. Нам поступил сигнал. И мы же из-за срочности пришли сюда. А почему не укомплектованы-то? Ну, шли вы, ну, уходим, кто-то ездит, кто-то ходит. Ну. А не укомплектованы, не укомплектованы почему? Закончились они у нас. Мы в отделе не успели сейчас их получить. Ну, то есть не взяли нужный объем, поэтому не укомплектованы. Не дошли, понимаете, не успели. Хорошо, а как сейчас вы тогда будете принимать? У нас третий сотрудник сейчас дойдет. Ладно, хорошо. Я уж хотел спросить, кто украл бумагу. Ничего не украл. Так, ну что, заявление-то кто будет печатать? По банку я имею в виду. Мы не пишем такие заявления, то есть вы пишите. Мы не пишем, то есть вы пишите. То есть мы срали на клиента. Нет, я вам предложила свою помощь, то есть вы можете написать сейчас, и я все это зарегистрирую. Я не могу писать, я никогда не пишу, даже совкомбанк всегда. Да, за меня печатают любые обращения. Я не просто так вот этим пользуюсь. Поэтому берем, печатаем данное заявление вручную. Я вас не сказал здесь. Вы можете это все написать. Я не могу все это написать, я еще раз повторяю. Я не просто так вот этим пользуюсь. Я нигде строчки не пишу. Ни полицейским, ни ментам, ни мусорам, ни в банках. Вот как они в рамках 736 приказа обязаны принять любое заявление, записать. Так же и сотрудники любого нет до банка. Интересует, как вам можно обращаться? Имя очередь по-другому. Сотрудники полиции тоже могут обращаться. Мой господин, если по отчеству, то мой господинович. Почему вы в общественном месте находитесь безлицевой нашей милиции? Тем самым нарушаете постановление правительства 208П, за что прилагается административная статья 20.6.1. Сумничал, да? Молодец. А представляться сначала, не пробовал в начале визита, например? Не пробовал, да? Да, представлялся. Да вот он представлялся. Хотите еще раз представить? Седан правительства Давыдов. Давыдов. Да. Ну, блин, великая русская фамилия, а тупить пытаешься, Давыдов. Скал, пытаешься, блин. Само средство индивидуальной защиты пришло в негодность, так как жара, зной, лето, и я его прям в мусорку рядом выкинул. Ваши трудности? Нет, не мои трудности. Вообще мои? И твои тоже, Давыдов. Почему? Потому что 417 постановление правительства говорит о том, что обязаны выдавать. Вот что они сейчас пытались сделать. Что-то у них там замена какая-то. Они обязаны выдавать, гражданин, они обязаны выдавать. Обязаны. 417 постановления правительства. Руководители организаций, органы исполнительной власти, то есть даже сотрудник ППС обязан выдавать участковый. Почему сотрудник ППС не выдал, увидев, что у гражданина нет? Нет этих полномочий выдавать. Есть 417 постановление правительства, где написано про органы исполнительной власти. Клево же они написали? Клево. Кроме всего прочего, поосторожней, Давыдов, с такими изречениями в адрес граждан. Заявление, я вас слушаю. Так, заявление. Это заявление, да. Это обычный бланк, это даже не протокол принятия устного заявления. Круто. Заявление, прошу вас привлечь к ответственности сотрудницу Совкомбанка Вавилова-6 Шилину Анастасию, Сергеевна, которая сегодня, 3 августа 2021 года, примерно в 18, запрещала ввести видеофиксацию в отделение Совкомбанка, чем нарушила мои конституционные права. В связи с чем, я усматриваю признаки административного правонарушения. А вы статью 152.1 Гражданского кодекса знаете? Ну да, но ее до конца надо читать, а не заголовок. Ну я понял, ближе к заявлению. Дальше. Которое запретило ввести видеофиксацию. Фиксацию. Чем нарушила мои конституционные права? А возможно, преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ. К нам есть еще какие-нибудь вопросы у вас? Вопросы, да. Есть ли жизнь на Марсе? Не знаю. В интернете посмотреть. Тогда смысл спрашивать, есть ли еще вопросы? До свидания. Арифедерчи. Добрым молодцам урок, ну и Шилиным будет в прок. Не нарушайте конституционных прав граждан. Заявление так и не приняла, будет оставлена жалоба на горячие линии. Вот, на Шилину. Я вам не отказала. Нет, отказала? Да. Еще как отказала. Поэтому пока, Настюха, закинь ногу за ухо. Хорошо. Ну вот, короче, такой сегодня был Совкомбанк. Совкомбанку, Совкомнедобанку. Желаем скорейшего закрытия по всей стране. Ну, а с вами был Сан Саныч и Клуб Патриот. Не ходите в это говно. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. О. А так им больше идет, кстати. Ё-моё. ПОДПИСЫВАЮТХИ А. 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 А.